Запасаем к Масленице муку и сковородки, а городские службы готовятся к народным гуляням. По традиции основные мероприятия развернутся в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого. В этот раз, как и всегда, жители округа ждут сюрпризы. На совещании, посвященном организации проводов зимы, побывала Юлия Арянина. Это небольшая группа людей у центрального входа в парк Толстого комиссии организаторов народных гуляний на Масленицу. Здесь и управление по образованию, торговле и отделу культуры, и Химкинская торгово-промышленная палата, спорткомитет, ДЭС и другие. Это первая рабочая встреча, но уже есть план, что где расположится. Перед колесом обозрения будет располагаться сцена. В конце вечера перед ней сожгут чучело-масленицы. Чуть дальше под открытой сценой будет полевая кухня, традиционная гречневая каша. Ну а ближе к фитнес-центру будут продавать шашлыки. Слева от него будет спорткомитет и отдел по работе с молодежью. Каток сохранится. Скорее всего, на нем проведут керлинг чайниками. Также сохранится и горка, с нее можно будет покататься. Это лишь малая часть всех задуманных мероприятий. Одно из новшеств этого года – массовое гуляние в парке Дубки. Многие общественные организации, предприятия, учреждения примут участие в конкурсе на лучшее испекание блина. Он будет проходить в течение всего дня и подведут итоги перед сожжением масленицы. У нас будет конкурс проведен на лучшую масленичную поляну. Это делает управление по образованию. Мы в прошлом году первый раз сделали. Очень ярко, очень красиво. Дети постарались, сделали такие красивые масленичные. И помимо масленицы, самой чучел, они еще сделали красивые представления. Полюбившиеся химчанам представления и конкурсы организуют и в этом году. Можно будет попробовать свои силы в кузнечном деле и полюбоваться представлениями клуба исторической реконструкции. Керлик с чайниками. Если лед будет, то это останется обязательно. А если леда не будет, то придумаем что-то другое. Совещание проведут еще не один раз, чтобы все прошло на высшем уровне. Гуляния пройдут в парках Толстого и Дубки 2 марта с 13 до 17. Юлия Арианина, Олег Мелехов, Служба новостей.